На первый взгляд обычный конкурс красоты. Правда здесь никого не волнуют параметры участниц. Красивой девушки должно быть много, уверена конкурсантки. Русское женское тело, оно должно быть именно таким, какие мы здесь все представлены. Потому что стандарт 90-60-90 это все-таки не российская классификация, это стандарт, который пришел к нам с запада, поэтому пускай он и остается там. Как ни странно, мода на полненьких тоже пришла с запада. Когда в 2006-м, в 21 год, на пике своей карьеры от истощения умерла модель Анна Рестон, дизайнеры решили пересмотреть стандарты красоты. Во Франции запретили публиковать фотографии истощенных моделей. В Испании девушки, чей размер одежды меньше 44-го, не имеют права выходить на подиум. Сегодня в цене манекенщица с формами. Мужчины вздохнули с облегчением. Грудь, талии, бедра это и есть та природная славянская красота, без которой невозможно жить. Обычная женщина с обычной фигурой и животиком. Такую фотографию опубликовал один из глянцевых журналов. На следующий день модель Лиззи Миллер проснулась знаменитой. Сегодня дизайнеры готовы платить ей за лишние килограммы огромные гонорары. Все большее количество известных международных стилистов принимают в свои коллекции больших женщин. И если 10 лет назад первое появление полной женщины в коллекции очень известного французского кутюрье вызвало сенсацию, шок и эпатаж, то сегодня все чаще и чаще встречаются девушки с формой. Но вернемся к нашей героине. Екатерина Жаркова выиграла свой первый конкурс красоты. Она уверена, это только начало ее карьеры. Кристина Спирина, Олег Крупен, Первый канал.